Всем доброго времени суток, мои дорогие друзья и товарищи! Сегодня я бы хотел поговорить с вами на тему сквотирования. Правда, конечно, иронично, что снимаю не на фоне сквота, но всё же давайте же не будем тянуть ни минуты свободного времени и начнём рассуждать! Перед началом просмотра данного видеоролика рекомендую вам подписаться на телеграм-канал Товарищ Анком. Ссылочка будет в разделе о канале, а также в закреплённом комментарии. Сквотирование является процессом заселения нежилых зданий людьми, не являющимися собственниками данного здания или арендаторами. На базе сквота могут создаваться фримаркеты, где идёт обустраивание коммуны. Также возможен график дежурств, где у каждого члена сквота будет своя роль. Такая система, например, действует в Берлине и в других сквотах, где идёт собрание на регулярной основе. Также в целом объединение внутри сквота может происходить на базе фримаркетов, а также на базе соединения людей под общие идеи. Даже бывают, например, сдаются детская одежда, пелёнки, чтобы когда, например, ребёнок родился на базе сквота, он был уже одет, обут и накормлен. Также у фримаркетов бывают свои ограничения в виде правил. Например, может вводиться возрастной ценз, если книга, допустим, 18+, а ты продаёшь её несовершеннолетнему. Ну или какой-то другой товар, там 18+, и вот есть там несовершеннолетний. Также запрещается, например, продавать бэушные вещи, допустим, в плане гигиены, например. Ну, вряд ли ты будешь носить чужие, там, грязные, старые мужские трусы. Ну тоже, вот. Поэтому создаются эти ограничения, дабы сохранить, допустим, ну, психическое здоровье, а также в целом, чтобы соблюдать гигиену в данном случае. Вот. Но всё же, например, в берлинских сквотах, там идёт сбор, допустим, детской одежды, которую потом распределяют между, там, новорождёнными в сквоте, что очень, так скажем, демократично. Сквотированием занимаются для рождения ветхим зданием новой жизни, потому что старый исторически красивый лик города со своей красивой интересной архитектурой просто сносится до основания и застраивается серыми непонятными офисными зданиями, потому что историческая значимость обесценивается, если не приносит денег, и задача сквотеров это всё остановить и обустроить коммуну. Сквоты являются достаточно хорошим местом для сбора людей с общими какими-то взглядами, идеологией, философской концепцией. Также могут проводиться акции в поддержку, допустим, людей, там, малоимущих, или, допустим, акции в поддержку людей, которые проживают на базе сквоты, у которых, допустим, тяжёлое какое-то финансовое положение, и члены коммуны могут их поддержать. Также панки или скинхеды, или другие представители субкультур могут объединяться и устраивать какие-то концерты. Бывают даже несколько, там, крупных громадных сквотов могут устраивать грандиозные концерты, кто круче, с такой достаточно массовой аппаратурой. Плюс-таки сквоты могут являться хорошим местом для собрания анархических или марксистских кружков. Например, в Берлине огромное количество политизированных антифашистских сквотов, направленных на марксистскую или анархическую тенденцию. История занятий нежилых помещений, скорее всего, исходит из глубокой древности, когда первые, там, нежилые здания стали появляться и их стали заселять. Но всё же официально термин «сквотинг» зародился в годы буржуазной революции в Англии, когда так называемые «дигеры», то есть крестьяне, стали занимать нежилые помещения и обустраивать своё хозяйство. Во второй половине XX века сквотирование набирает обороты в связи с ростом безработицы. А уже ближе с расцветом андеграунда и контркультуры, к 1980-м годам сквотирование носит политизированный характер. Одним из примеров крупных сквотов является «христиане», которое стало образовываться вокруг объединения таких субкультур, как панк и скинхед. На фоне объединения панков и скинхедов, а также левых активистов, на базе сквотов стала образовываться такая ассоциация, как «христиане», где в своё время действовала система прямой демократии и система Советов. «Христиане», естественно, подверглась государственным репрессиям, но всё-таки люди объединились и смогли отстоять свои права. «Христиане», как сквот, жива по сей день, но, правда, сейчас она действует в рамках системы и действует более синхронизировано. Вообще, огромное количество сквотов распространено по Европе. И в Берлине насчитывается колоссальное количество сквотов. То есть сквоты получили распространение в Берлине как раз-таки с началом падения Берлинской стены в 1989 году, когда появились вот эти нежилые здания, и которые стали заселять. Как раз-таки знаменитый, грандиозный, громадный сквот «Кёпи», который левы-активисты уже успели захватить в 1990 году. Изначально данное здание хотели привлечь к себе частные лица, дабы сделать из него мелкий бизнес, но встретили, так скажем, негативную реакцию со стороны левых. После чего начнется операция по штурму сквота. В данной операции примет свое участие около 2000 полицейских. 2000 полицейских. Это достаточно такая колоссальная внушаемая цифра. Вообще сам сквот по площади вместе с двором занимает 2500 квадратных метров. Ну тоже такое нехилое здание громоздкое, где как раз-таки был центр сбора как бы левых. Там в целом и люди с общими философскими концепциями собирались. В целом люди, которые хотели познакомиться с культурой андеграунда, тоже посещали данное здание, сооружение. Вообще сквотирование как таковое может быть как вынужденной мерой, то есть у меня нет дома и мне нужно найти жилище срочно, и я вот захожу в какое-то заброшенное здание. Или же сквотирование может быть создано вот целенаправленно. То есть сквот может быть создан уже запланированно, как центр какой-нибудь там духовной или политической культуры. Естественно штурм Кёпи спровоцировал такой достаточно мощный резонанс в мировом левом политическом движении, в левой тенденции. И в целом по Берлину потом прокатилась волна протестов в связи как раз-таки со штурмом Кёпи. Говорят еще о такой фишке, что если ты живешь в заброшенном здании 15 лет ни от кого не скрываясь, если владелец еще не объявился, то ты можешь спокойно занять себе, получается, данное здание и стать его собственником. Правда, тут есть как раз-таки один нюанс, что пойти в суд и подать заявление о, получается, праве на свою собственность ты можешь только по истечении 18-летнего срока. То есть, получается, прожив 15 лет в нежилом здании, ты должен еще 3 года, так скажем, добавить, чтобы уже окончательно стать собственником данного здания. Почему вообще такое происходит, откуда такие ветхие здания берутся и почему нужно ждать, опять-таки, возвращения владельца, ну, в некоторых случаях? Потому что, бывает, люди в молодости жили, допустим, где-нибудь в селе, в деревне, потом переезжают в город и уже на старость лет возвращаются обратно. Поэтому владелец может объявиться. То есть, такой срок колоссальный, 18 лет, может всякое поменяться за жизнь. Ну, и в целом, если говорить о левой тенденции и, допустим, образовании какой-то новой частной собственности, тут немножечко есть такой оксюмарон. Поэтому я лично такое не совсем поддерживаю, чтобы на базе какого-то частного здания были какие-то там левые политизированные кружки, сходки с субкультурщиков и так далее. Я такое не особо поддерживаю. Можно занимать, конечно, простые всякие там нежилые здания, как вот делают это активно достаточно сквотеры в Берлине, допустим, в Европе и так далее. Но тут, опять-таки, дело как бы каждого, более-менее субъективно. Ну, борьба за частную собственность, я считаю, это немножко нелево. Вот. Вообще, сами по себе сквоты распространены как на территории Европы, огромное количество, особенно вот в Германии, так и, допустим, в Америке, в Северной, Южной. Помимо всего прочего, на территории стран СНГ тоже набирает популярность сквотирование. И в целом, также в странах Азии сквоты тоже набирают достаточно активную популярность. Подходя к концу видеоролика, чем же так хороши сквоты? Сквоты помогают нам знакомиться с субкультурой андеграунда, объединяют людей под общие идеи, общей субкультурой, общей там философией какой-то между людьми, а также сквоты оказывают достаточно активную материальную поддержку членам коммуны. То есть, один за всех и все за одного. На этой ноте я бы хотел закончить свое повествование. Если вам понравился данный видеоролик, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой YouTube-канал Товарищанком. Также рекомендую все-таки вам посетить мой Telegram-канал, который так и называется Товарищанком. Ссылочка будет в разделе о канале или в закрепленном комментарии. А я вам желаю удачи, здоровья и до скорых встреч. Всем пока!